Всем привет, друзья! В этом видео на токарном станке мы с вами изготовим вот такую маленькую шестерню. Эта шестерня работает в механизме поворота стрелы вот такого башенного крана, только наш кран будет немного поменьше в размерах. Также по окончанию обработки произведем установку шестерни в механизм и произведем полноценные ходовые испытания. Ну а сейчас отправимся в мастерскую настраивать процесс. Поехали! Итак, деталь у нас представляет из себя ось с одетыми на нее двумя шестеренками. Самая маленькая шестерня у нас сломана, ее-то мы и будем делать. Первым делом для себя делаю эскиз детали и снимаю все необходимые размеры. Диаметр шестерни у нас составляет 6 мм. Диаметр отверстия 2 мм. И длина 3,5 мм. Записываю все эти данные на бумагу. Допуски предельных размеров на эскизе я указывать не буду, но для себя уясню то, что самым точным диаметром является диаметр 2 мм. Количество зубьев я уже посчитал, 10 штук. Записываем. Все необходимые данные для изготовления шестерни у меня есть. Правда, я не сказал ни слова про модуль зуба. Но об этом я расскажу чуть-чуть позже. А сейчас подберу станок, инструмент и дополнительную оснастку. На большом станке, думаю, не очень удобно будет делать такую маленькую деталь, поэтому изготовим эту маленькую шестерню на токарном станке ТВ-16. Несмотря на то, что основную часть деталей я изготавливаю на токарном станке 1К-62, этот маленький токарный станок тоже не стоит без дела. Чтобы не крутить шпиндель большого токарного станка, все маленькие детали я изготавливаю на нем. Единственное ограничение – это наличие подходящей оснастки. Заготовкой для шестерни будет этот кусок неизвестного мне алюминиевого сплава диаметром около 10 мм. Этот выбор ничем не обоснован, просто мне так подсказывает интуиция. В обработке будет участвовать по возможности только самодельный режущий инструмент. Резец проходной, упорный. Держатель расточного резца. В нем я закреплю самодельный резец для нарезания зуба. Резец сделаю из сломанного центрового сверла. На ручном точиле придам рису такую форму, которая будет максимально похожа на профиль зуба нашей шестерни. Также понадобится два сверла, одно полтора, другое – 2 мм. Ну и в завершении понадобится также отрезной резец. Резец изготовлен из отрезного фрезерного диска толщиной 1,6 мм. Из измерительного инструмента мне понадобится штангенциркуль, а также магнитная стойка с индикатором часового типа. Из дополнительной оснастки мне понадобится упор на продольную направляющую. Хоть это и не является основным элементом, но почему бы не применить это приспособление там, где оно может пригодиться. А вот этот диск на 10 делений является очень важным элементом дополнительной оснастки. Без него более-менее точное изготовление шестерни ну никак не получится. Этот кусок проволоки также является очень важным элементом. Это будущий указатель делительного диска. Как разделить окружность на 10 равных частей с помощью двух карандашей и линейки я покажу в конце этого видео. Ну а сейчас, дорогие друзья, можно приступать к выполнению токарной обработки согласно сделанному ранее эскизу. Проточил внешний диаметр 6 миллиметров, а теперь сделаю канавку на расстоянии 3,5 миллиметра от торца детали. Устанавливаю правый бок резца заподлицо с торцом детали. С помощью концевой меры длины 3,5 миллиметра настраиваю зазор между упором и суппортом станка. Канавку прорезаю до диаметра 4 миллиметра. В дальнейшем при строгании зубьев в эту канавку будет выходить строгальный резец. Субтитры создавал DimaTorzok ну а теперь нужно сделать точно отверстие 2 миллиметра по оси нашей детали диаметр гладкой части вала у нас соответствует 2 миллиметра а диаметры рифленой там где будет устанавливаться шестерня на 8 сотых миллиметра больше что соответствует натягу 8 сотых миллиметра если попытаться просверлить сразу сверлом 2 миллиметра то есть риск того что отверстие будет разбито чтобы этого избежать сначала просверлю отверстие диаметром полтора миллиметра и уже после этого просверлю 2 миллиметровым сверлом как я и ожидал отверстие получилось ровно 2 миллиметра далее нужно сделать так чтобы вот это сломанное центровое сверло превратилась в резец который уже в свою очередь нарежет зубья нашей шестерни резец полностью самодельные именно поэтому мне не нужно знать номер модуля зуба шестерни задаю центровки примерную форму резца и формирую переднюю поверхность пытаюсь сформировать профиль впадины зуба максимально симметричны и относительно оси центровки не идеально но что-то похожее на форму профиля зуба уже есть поверьте мне на слово для этой детали это более чем достаточно подкладными пластинами настраиваю высоту резца по оси детали при нарезании глубину впадин и зуба буду контролировать с помощью индикатора часового типа резец коснулся поверхности стрелка индикатора стоит на нуле это первоначальное положение резца подавать резец буду до глубины одна целая одна десятая миллиметра по индикатору единицы В процессе нарезки на один зуб уходило от 1,5 до 1 минуты рабочего времени. В целом на нарезку 10 зубов я потратил примерно 13-14 минут. Продолжение следует... В целом результат выглядит неплохо. В целом можно собирать. Для запрессовки подготовил две оправки. В первую оправку будет упираться вал. Вторая оправка будет давить на шестерню сверху. Шестерня готова и можно приступать к сборке и испытанию механизма. Продолжение следует... На этих кадрах можно наблюдать то, что механизм поворота стрелы работает. И это говорит о том, что ходовые испытания прошли успешно. А эти кадры сняты до ремонта механизма. Ну и в завершении этого видео я покажу, как с помощью двух карандашей и линейки можно разделить окружность на 10 равных частей. Все это мероприятие можно разделить на три основных шага. Первый шаг включает в себя построение окружности и двух взаимно перпендикулярных линий, проходящих через центр. Диаметр патрона равен 100 миллиметров. Соответственно, окружность я тоже буду строить таким же диаметром. Нахожу точки перпендикуляра. Для этого построю две дуги, радиус которых равен 3 четверти диаметра нашей окружности. Шаг 2. Нахожу точки перпендикуляра, который делит радиус нашей окружности пополам. Шаг 3. Нахожу длину грани десятиугольника. Для этого вот таким образом провожу линию. Затем разделяю ее дугой с радиусом 1 четвертая диаметра нашей окружности. Та часть линии, которая осталась выше дуги и будет являться длиной грани нашего десятиугольника. Измеряю длину грани и последовательно размечаю окружность на десять частей. Ну а на этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...